Как ни странно, пейзаж во многих отношениях более концептуален и более теоретичен, чем любой другой жанр фотографии и вообще изобразительного искусства. Пейзаж, на самом деле, не очень древний. Как жанр, он родился где-то в 1300-1500 годах. Так, если мы посмотрим на древние изображения, то вот древние египтяне, например, изображали вот такие вещи, но это, безусловно, жанр, жанровая сцена, если хотите. Это ни в коем случае не пейзаж. Пейзажей у них, как таковых, не было вовсе. Пейзажей не было и у древних греков. Пейзажей – это современное европейское изобретение именно потому, что концепция пейзажа, она для него жизненно необходима. Что такое концепция? Значит, современное художественное произведение считается состоящим из четырёх уровней. Из них самый нижний – это уровень технический, тот, который чуть-чуть повыше – уровень композиционный. Над ним смысловой уровень, а над ним – дейный. Это так, и это так для всех без исключения жанров и применений, но где-то это особенно обнажено, где-то это особенно хорошо видно. То есть логика построения такая. Сначала мы имеем что сказать, потом решаем, как это будем графическим языком представлять, потом составляем из этого графического языка композиционные, грубо говоря, буквы, знаки и прочее, а потом с помощью техники переносим их на лист. Особенностью пейзажа является то, что нам необходимо осознанно пройти все эти ступени, иначе не получится. Дело в том, что если вы просто увидите красивый вид, красивый ландшафт, и попытаетесь его сфотографировать, сохранить для себя или для чего-нибудь ещё, у вас ничего не получится. И можно пробиться всю жизнь об этом. Оно не получалось, не получается и получаться не будет. Вот в отличие от всего остального, в отличие от портрета, когда вы видите лицо, соответствующее выражение, вы его фотографируете, и пусть без дальнейших ухищрений у вас мало что может получиться, но иногда получается просто в силу того, что это такой объект приложения сил. То же самое в плане репортажа. Вы можете не уметь ловить момент, но если вы будете очень много снимать, то вы просто поймаете. А вот с пейзажем нет. С пейзаж в этом отношении требует наиболее строгого, пожалуй, подхода. Это, конечно, не значит, что я призываю снимать много и абы как во всех остальных жанрах, ни в коем случае. Всегда нужно знать, что вы снимаете, потому что именно это определяет те ресурсы, которые пойдут не просто на изготовление одной картинки из тысяч, а на ваше совершенствование фотографа. Но, еще раз повторю, пейзаж в этом отношении нечто исключительное. Именно на пейзаже лучше всего учиться тому правильному и академическому подходу, при котором вы сначала видите основу для своего построения. Потом начинаете строить это построение в уме и видите готовую фотографию буквально вплоть до ее рамки, гвоздика, на которой эта рамка висит. И только потом вы делаете снимок и, соответственно, путем обработки подходите к тому, что получаете результат, максимально соответствующий задуманному. Вот это для пейзажа наиболее продуктивный подход. На самом деле именно такой способ построения наиболее продуктивен для любых фотографий, даже для, казалось бы, не очень подходящих для этого репортажных. В остальных жанрах, еще раз повторю, вы можете что-то получить даже на интуитивном подходе в пейзаже практически никогда, потому что то, что выглядит красиво в природе, будет плохо выглядеть на бумаге или на экране. И там и другое разрешение, чем глаз по-другому видит. И другие цвета. И то, что здесь изображение двухмерное, а там трехмерное. В общем, достаточно мелочей, которые, складываясь, приводят к тому, что просто сфотографированная красивая картина получается не очень красивой. Или вообще не получается. Так что вот самое парадоксальное, что композиционные построения пейзажа, которые мы сейчас будем рассматривать, на самом деле практически не рассматривать необязательно. Потому что самый сложный, самый тонкий момент – это как раз воплощение композиционного построения с помощью того, что мы видим глазами. То есть понимание разницы между тем, что будет на бумаге и экране, и тем, что мы видим. Вот, собственно, вот оно-то и есть основа построения пейзажа. Всё остальное делается очень легко и быстро. Но, тем не менее, композиционное рассмотрение – это всегда интересно, и это всегда полезно, потому что, ну, чтобы приготовить рогу из зайца, нужно как минимум иметь кошку, как говорят французы. Пейзаж достаточно строго строится по сетке нам привычной. То есть линии, которые разделяют на три части вертикальную и горизонтальную стороны нашей картинки, они, конечно, не обязательно указывают непосредственно на ключевые точки этого пейзажа. Вот, посмотрите, например, здесь мост находится так, что он делит изображение пополам. Во всех, даже детских книжках по фотографии написано, что это неправильно. Но, тем не менее, построение здесь соблюдается, потому что, посмотрите, наши линии третей делят картинку не физически, а логически. Вот есть логически та часть воды, которая внизу, есть логически центральная, которая, собственно, весь смысл содержит, есть логически верхняя, которая над ней. Мост, он такое построение в данном случае, просто только подчёркивает. Самое главное в пейзаже, в его композиции, скорее всего, выражается словами «всё здесь» и «всё целостность». Пейзаж не может ссылаться на что-то вне нашей картинки. Пейзаж не может указывать на что-то где-то далеко, разве что через смысловой свой уровень. Пейзаж должен представлять собой единое целое. Он не может состоять из кусочков. Пусть даже каждый из этих кусочков очень красивый. Но стремление набить вашу фотографию красивыми фрагментами, стремление не потерять какое-то из них, приведёт к потере целостности. Неизбежно. Идите от целостности к тому, чтобы рассматривать детали. Покажите город и только потом здание в нём. Покажите гору и только потом склоны Гетчеры. Покажите лес и только потом деревья. Более того, скажу, если ваша цель – деревья, вы почти не по адресу. Это не пейзаж. Цель пейзажа – всегда целостность. Пейзаж не должен, не может и никогда не будет раздроблен. Или он перестанет быть пейзажем. Передний план пейзаж, если уж вы решите его сделать, как правило, играет роль концентратора внимания. Более того, он может оставить где-то в стороне весь задний план. Как вот на этой фотографии. Динамичность ему здесь придаёт слегка наклонённая линия горизонта, что, в общем-то, для пейзажа не приветствуется. Ну, кроме тех случаев, когда это действительно необходимо. Вот здесь передний план на месте и работает, создавая диагональ, как ему и положено. Обратите внимание, вот с этой фотографией мы, пожалуй, начнём в особенности освещения в пейзаже. Они, в общем-то, нетривиальны. Ну, у пейзажа традиционно естественное освещение и другого не бывает. Изобразительные средства у пейзажа всё те же самые. Света, тени, полутени, блики. И нам необходимо их использовать для того, чтобы получить устраивающую нас картинку. Для дневного света, для яркого, когда тени относительно коротки, получить такую картинку значительно легче в индустриальном или в техническом пейзаже. И значительно хуже в пейзаже природном. Природный пейзаж даёт, конечно, возможность снимать очень удачное. Тем не менее, для большинства природных и очень многих искусственных ландшафтов нужно использовать длинные тени рассветного или закатного солнца. Потому что они, конечно, очень богаты по оттенкам. Они дают очень непривычную и поэтому просвечивающую те особенности, которых мы не ждём. Неожиданные и уж от вас зависят, приятные или нет детали. Во всяком случае, считается, что для многих и очень многих, если не большинство пейзажей, рассветный и закатный свет предпочтителен. Однако здесь возникает проблема, потому что, во-первых, он достаточно слаб. А во-вторых, частенько он даёт очень большую разницу между освещёнными и затемнёнными частями изображения. И вот в этом случае нас может выручить такой художественный приём, как расширенный динамический диапазон. Вот я хочу продемонстрировать эту фотографию, такой, какой её сняли сначала. Обработка была сделана, но в тех минимальных пределах, в которых обычно делаются поездочные фотографии. И потом я покажу, как HDR можно обрабатывать. HDR или фотографии High Dynamic Resolution высокого динамического разрешения делаются несколькими способами. Самый правильный способ заключается в том, что делается подряд несколько снимков. Каждый из снимков отличается по экспозиции на... Ну, традиционно берётся две ступени. Разница между соседними снимками. В некоторых случаях достаточно одной ступени, а в некоторых – полутора. То есть мы будем использовать две ступени. Но, как я уже говорил, что способов несколько. Самый правильный и самый корректный из них – это несколько фотографий. Значит, самый компромиссный – это один из способов псевдо-HDR, при котором мы берём фотографию в RAW и несколько раз проявляем её одну со смещённой экспозиции. В этом случае мы не получаем полноценного высокого динамического диапазона, но, тем не менее, существенно увеличиваем тот, который был. И, наконец, третий и последний – это когда мы вместо RAW-файла используем JPEG. В этом случае результат ещё более скромный. Но, тем не менее, мы можем вытащить из динамического диапазона JPEG буквально всё, что только в нём содержится, и получить результат немножко лучше, чем оригинальный простой JPEG. Значит, давайте попробуем сделать сейчас псевдо-JPEG из RAW-файла. Вот у меня пример RAW-файл. Он в ЦР открыт. Значит, как с ним работают? Для начала, после того, как мы вывели из него всё виньетирование, отрегулировали резкость и так далее, мы опускаем экспонирование на минус две ступени и проявляем его. Открыть, изображение, файл, экспортировать. Я использую старую версию «Сохрани для веб», потому что здесь есть вот эта опция. Значит, что делать с метаданными? Обычно я всегда рекомендовал включить все, но в данном случае нужно сделать любую другую опцию, кроме «Включить все». Почему это происходит? Потому что при склеивании программе склейки нужно указывать, с какой экспозиции сделана эта фотография. Если у неё в экзифе будет эта экспозиция, она нас ни о чём не спросит. Она просто склеит с той, которая указана, и всё. А у нас получится, соответственно, три или четыре фотографии, на которых указана одна экспозиция. Вот она неправильно и склеится. Поэтому нам нужно обязательно сделать так, чтобы экспозиции в экзифе не было. Поэтому отключаем её. Значит, делаем сохранение. Здесь всё очень просто. Значит, сохранить оптимизированный как? Будем сохранять вот сюда. Значит, и вот здесь для удобства подпишем. Мы сейчас сделали минус два. Вот у нас и будет минус два в имени файла. Значит, затем, чтобы сбросить установки, мы откроем этот файл VCR заново. Только на сервис у нас будет не минус два. Ну, почему же и не двигать движок? Можно просто написать эту руками. А нуль открываем и точно так же сохраняем. Не уменьшая размер, это всегда делается в максимальном возможном разрешении. Значит, здесь будет минус клюль. Ну, или плюс, ну какая разница. Это же для нас сделано. Значит, закрываем. Открываем. И двигаем. Значит, на плюс два. Или просто вписываем сюда плюс два. Открыть изображение. Значит, точно так же сохраняем. Плюс два. Теперь вопрос, где нам вовремя остановиться. Значит, смотрите. Здесь уже достаточно хорошо проработаны тени. А в нашем варианте минус два. А достаточно хорошо проработано небо. Но я предлагаю всё-таки плюс четыре сделать, чтобы тени по максимуму пройти. Значит, откроем изображение. Сохранить для веб. И сделаем вариант плюс четыре. Плюс четыре. Значит, смотрите. Теперь у нас всё сохранено. Обратите внимание, что вот разница между тремя вариантами High Dynamic и Resolution на этом и заканчивается. Дальше мы идём одинаковым путём. Вот сейчас мы их делали из RAW файла. В идеальном случае у нас были бы туда сложены фотографии, снятые с экспозиции плюс и минус вот эти самые стопы. А в самом плохом варианте мы делали бы вот такое вот не из RAW файла, а из JPEG. Понятно, что у него деталей меньше. Понятно, что шумов будет больше. Шумов, кстати, здесь очень много. Но мы сейчас посмотрим, как с шумами справиться. Дальше всё пойдёт едино для всех из вариантов. Ну, склеивать High Dynamic и Resolution могут очень многие программы. Мы будем пользоваться Photoshop. Для этого войдём в файл Автоматизация Объединить в HDR. Здесь мы можем, во-первых, выбрать файлы по отдельности. Или прямо в директорию. В данном случае нам удобно выбирать директорию. Этот компьютер. Диск D. Вот она. Вот все наши файлы, которые только что были созданы. из них можно любое количество удалить. Можно добавить тот, который сейчас открыт в программе. Можно включить вот эту опцию, пытаться автоматически выровнять исходное изображение. Что это такое? Это если мы снимали руками, держа камеру, снимали несколько настоящих кадров, то они могут быть немножко сдвинуты друг относительно друга. Программа в этом случае сама это найдет и исправит. Если, конечно, сдвиг был не очень большой. Но поскольку мы делали все наши файлы псевдо-хедеры из одного единственного рава, то у нас никакого сдвига быть не может. Прекрасно. Нажимаем на открытие и Photoshop начинает строить свои. Сейчас он их построит и предложит нам сделать следующий шаг вручную. Он бы сделал его и автоматически на следующий шаг, если бы были настоящие отдельные картинки, тогда экспозиция каждой картинки находилась бы внутри этой картинки и всем было бы очень просто. Но у нас этого нет. У нас напротив есть четыре картинки, у которых внутри не прописано ничего, потому что мы сами это отключили. Итак, давайте просто вот у нас эта картинка плюс два. Сюда и введем два. Вот это четыре. сюда и введем четыре. Вот это ноль, сюда и введем ноль. Вот это минус два, мы сюда минус два и поставим. Проверим еще раз. Два, четыре, ноль и минус два. Все прекрасно. Завершаем этот шаг и нас перебрасывают на следующий шаг. То есть система построила разображение из вот этих четырех элементов. Но сейчас нам предстоит либо внести какие-то коррекции, либо подтвердить, что она построила так, как нужно. Какие коррекции мы можем вводить? Мы можем, например, отключить одно из из изображений, если мы считаем, что оно неправильное. А мы можем применить какой-то из наборов готовых установок. Вот, допустим, сумерки в городе, плоский, монохромный, насыщенный и так далее. цивилистический. Мы этого не будем делать. Мы можем поставить вот сюда удалить двоение. Для чего это удаление двоения нужно? В том случае, если мы делали настоящий HDR и делали несколько снимков, то, во-первых, камера могла немножко сдвинуться. это мы уже ставили в начале. Вот эта функция делает дополнительный ход в том случае, если первого оказалось недостаточным. Во-вторых, она пытается исправить слегка подвижные объекты, которые могут иметь место. Здесь уже ничего сделать нельзя. Значит, вот здесь есть четыре схемы склейки. Локальная адаптация – это когда все параметры склейки мы устанавливаем руками. По гистограмме, по экспозиции и поджатию цветов. Если вам подходит какая-нибудь из готовых схем склейки, очень хорошо. Если нет, ставим локальную адаптацию и настраиваем ее руками. Что означают вот эти ручки? Вот это аналог шарпинга или повышения резкости в Adobe Camera Rav. То есть здесь мы можем установить смягчение краев – это краевые градиенты. На каком радиусе, из какой нитин что считать краевым градиентом и что подчеркивать. Значит, вот это регулятор яркости и контрастности. Экспозиция – это, понятное дело, яркость. Гамма – это, понятное дело, соотношение между светом и тенью. Гамма в данном случае немножко уменьшит. Даже еще немножко. Детализация. Если детализация стоит на нуле, то ее воздействие минимально. Если она стоит больше, то краевые градиенты подчеркиваются, но возрастает шум. Я предпочитаю ставить ее на нуль, чтобы она не мешала. Значит, дополнительно регулировать тени. Этот тоже нам знаком очень хорошо. Цвета. тоже нам хорошо знакомо. А также насыщенность и сочность, что мы тоже проходили в Adobe Camera Raw. Значит, настраиваем наше разображение, делаем его таким, каким мы хотим его видеть, и нажимаем на сохранение. Создается файл, собственно, то, что мы хотели получить. Дальше осталось только сохранить его. Теперь несколько слов о технике. Я частенько встречал на форумах, посвященных фотографии, о том, что человек считает, что для пейзажа ему нужен широкогольный объектив. Ну, может, в какой-то степени это и правильно, но на самом деле говорить, для пейзажа нужен широкогольный объектив, это неверно геологически, потому что, как я уже говорил, пейзаж очень любит обратный подход. Технический уровень последний, а не первый. То есть вы решаете, какую оптику будете ставить, только после того, как все остальное определено. И на самом деле пейзажи снимаются любой оптикой, но, разумеется, разное. Вообще, как показывает статистика среди не очень опытных фотографов, большая часть пейзажа снимается средним телеобъективом 85-135 миллиметров. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Объясняется это в основном тем, что именно средний телеобъектив позволяет лучше всего отстроиться от лишнего. он возьмет в кадр только то, что ему нужно, и очень хорошо. Но не надо забывать о том, что одна из основ пейзажа это перспектива. И в связи с этим вторая и очень неприятная ошибка у начинающих фотографов. Они считают, что для пейзажей годятся фикс-объективы. Но оказывается, что меньше всего эти объективы подходят именно для пейзажа. Они очень хороши для макросъемки. Там, кроме них, больше использовать нельзя. Они вполне неплохо подходят для портрета. Даже для портрета без размытия, потому что портрет любит, как я уже говорил, высокое разрешение. он очень его любит просто потому, что иначе теряется фактура. Даже если вы потом уменьшаете вашу картинку, и эти детали отсутствуют, но они уменьшаются корректно, и вы можете подобрать режим этого уменьшения. А вот без высокого разрешения при съемке вы ничего сделать не можете, потому что без труда ты, конечно, не вынешь рыбку из пруда, но вот без пруда ты не вынешь из труда. Но мы отвлеклись. Так вот, почему фикс-объективы плохо подходят для съемки пейзажей? А это я вам рассказывал в самом начале, потому что зум позволяет при всех его недостатках он позволяет изменять отношения переднего и заднего планов. вы можете подходить и отходить от переднего плана, не меняя, собственно, сам кадр. С фикс-объективом такого не получится. Если вы сделали шаг вперед, допустим, к человеку, то вместо грудного изображения у вас будет лицевое. и это изменит все и целиком и полностью. Ничего тут сделать нельзя. Ну или, конечно, иметь с собой много-много фикс-объективов и менять их. На самом деле надобности в этом особо и нет. По той причине, что, как правило, ратующие за фикс-объективы утверждают, что выше разрешение и лучше картинка. Это, конечно, верно. Но это верно только для попиксельного рассмотрения. Когда вы уменьшили фотографию до рабочего размера, от этого преимущества очень мало что остается. А еще меньше остается потому, что зум-объектив позволяет с значительно большей легкостью задавать границы кадра при съемке. фикс-объективы затруднены в этом отношении, поэтому приходится обрезать и, соответственно, терять качество. Я об этом уже говорил в предыдущих занятиях, но вот иногда полезно повторять. Но мы отвлеклись от оптики для съемки пейзажей. И так широкоугольный объектив или штатный объектив или телеобъектив когда какой из них для пейзажа использовать. Ну, разумеется, это творческое решение, на которое нужно идти в тот момент, когда у вас созрел план кадра. Но вот есть несколько общих соображений. Значит, если детали пейзажа у вас поперечные, то есть идут поперёк оптической оси объектива, тогда широкоугольный объектив себя покажет. если они продурны, допустим, уходящая вдаль река, а тогда у широкоугольного объектива возникнет тот эффект, что чуть-чуть удалённые предметы станут уже неразличенными, потому что они будут маленькими. Ну, грубо говоря, в каких-то построениях кадра в этом случае река очень быстро кончится, река или дорога, или что-нибудь в этом роде. Диагональные построения с широкоугольным объективом зависят от построения. В некоторых случаях имеет смысл подчеркнуть то, что предмет быстро уменьшается по мереудаления. В некоторых нет. Просто имейте в виду, что это основная пейзажная особенно широкоугольных объективов. Они подчеркивают расстояние. А вот вообще пейзаж располагает к захвату большого пространства и при использовании широкоугольного объектива частенько возникают очень серьезные иногда очень неприятные перспективные искажения наподобие вот этого когда фотограф стоял на земле а беседка поднимается метров на пять вверх. Соответственно на нижнюю часть мы смотрим в нормальной перспективе а на верхней если снимать широкоугольным объективом не совсем нормально. Это разумеется исправить невозможно просто потому взгляд на верхнюю часть уже сделан снизу ничего тут не сделаешь разве что взять кусок из другой фотографии дорисовать но это технически достаточно сложно единственный вариант в таком случае это вписывать перспективные искажения в композиционные и смысловое построение кадра как это сделано например вот здесь здесь мы как бы смотрим с нижней точки и этот храм находится на фоне неба на фоне